Ой, молодцы, молодцы, все молодцы. Я говорю, от санитаров до главврачей. Каждый придет, каждый спросит, что, как. Молодцы. Большая им благодарность. Вот так с улыбкой на лице, но все еще с нескрываемыми нотками тревоги описывает свое состояние бывший пациент ковидного госпиталя Казанского федерального университета. Известная фраза «врачи боролись за жизнь и здоровье» может пониматься буквально. Несколько дней чистого кислорода, лечение разными препаратами, постепенное улучшение состояния и страх за свою жизнь. Вот стандартные стадии для всех, кто переболел COVID-19 в средней и тяжелой формах. В некоторых случаях, правда, требуется еще и ИВЛ. История большинства пациентов о попадании в госпиталь сходится. Не вакцинировался, был уверен, что справится иммунитет. Потом, когда появились признаки ОРВИ, лечился дома. Был уверен, что это не оно. Ну а дальше? Дальше было только хуже. Тоже не думала, что это коронавирус. Просто как-то температура небольшая, слабость. Ну, ссылаешься, вроде устала. Но когда действительно уже стало плохо, тут буквально быстро-быстро, это все буквально 3-4 дня, тогда уже понимаешь, что да, вот затронуло и нас. Сам госпиталь на базе университетской клиники заработал чуть больше года назад. Первые пациенты заняли койки в октябре 2020-го. И если вы понимаете под госпиталем несколько палат, где 10-15 человек лежат, отделенные друг от друга за навеской из простыней на жестких кушетках, то глубоко заблуждаетесь. Во-первых, реальная вместимость госпиталя 80 человек, которую при необходимости можно увеличить до 110 без потери комфорта пациентов. Аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, мониторы с показанием сатурации кислорода в крови, ЭКГ, давление и многое другое. Все это электронное оборудование способно круглосуточно отслеживать и поддерживать состояние пациента. А в случае не штатной ситуации, а повестить медицинский персонал о ней. В течение всего дня, находясь здесь непосредственно в красной зоне, происходит непрерывное мониторирование за состоянием всех пациентов. Количество именно тяжелых пациентов, удельный вес этих тяжелых пациентов стал значительно больше по сравнению даже с тем, что было год назад, когда мы открывались. Большинство этих молодых людей и девушек, скрывающихся под несколькими слоями защитных костюмов, медицинский персонал униклиники и ординаторы Казанского федерального университета, которые геройски вызвались помочь в борьбе с коварной инфекцией. Вся работа большого ковидного госпиталя Казанского университета стала возможна благодаря решению ректора Ильшата Гафурова, который в 2020-м отметил сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость создания такого подразделения на базе униклиники. При этом часть средств на зарплату работников госпиталя была распределена с бюджета университета. А в первое время, пока не было определено финансирование из федерального бюджета, все 100% расходов легли на плечи вуза. Это и медикаменты, и зарплата работников, и даже банальные коммунальные расходы. По просьбе руководства республики, премьер-министра и министра здравоохранения этот госпиталь был достаточно быстро развернут на площадке нашего терапевтического корпуса по адресу Шмидта, и вчера мы начали первый прием пациентов. Работа госпиталя ни на один день не прекращалась из-за нехватки чего-либо. Кислород, медикаменты, средства индивидуальной защиты и регулярные выплаты медикам – далеко не полный список того, с чем в теории могли возникнуть проблемы. Однако все это было доступно весь срок работы госпиталя. Сегодня униклиника в целом и ковидный госпиталь в частности остаются важным звеном в оказании медицинской помощи жителям Казани и республики. Несмотря на то, что показатели заболеваемости идут на спад, до спокойных постковидных времен еще необходимо дожить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok